Volkswagen Tiguan в R-Line, такая вот прикольная морда, я бы сказал бы такой мини-туарег, 2 литра дизель, полный привод, выглядит действительно стильно, в бампере черный глянец, который комбинирован вместе с хромом, хрома тоже дофига, но выглядит гармонично и красиво. Сбоку шильдик R-Line, задняя часть не менее бодрая и привлекательная, красивая LED-оптика, эти ромбики в ней, двойной выхлоп, шильдик 4Motion, у нас полный привод, на крыше рейлинги, 19-е диски, как раз к нему к лицу, нельзя сказать, что они маленькие или смотрятся на нем как-то не так. В машине присутствует бесключевой доступ, вот такая вот тут сразу нас встречает приборочка, логотип Volkswagen, карта двери здесь с такого мягкого материала, не дубовый пластик, здесь вставочка пластиковая с таким мелким рисуночком, блок управления окнами, зеркалами, кнопка открытия багажника, ниша, ниша, кстати, вся в войлоке, чтобы ничего не дребезжало. Здесь такая строчка и кожа, подлокотник тоже мягенький, а тут уже такой, есть память сидений для троих, электросидушка, обычный блок управления фарами, акустика здесь штатная, приборка у нас жидкокристаллическая, она не плохого качества, единственное, что немного странно, что ее зажали в такой пластик, почему уже и индикацию температуры и топлива не сделать жидкокристаллической непонятно, то есть мы видим вот тут вот рамку, экранчик как бы такой немного зажат в ней, само его качество хорошее, оно выше среднего, то есть пиксель сам мелкий, плотность неплохая, но она могла быть бы немного четче, то есть резкости не хватает, но самую малость, в принципе экран то есть достойный. Она может выглядеть вот так, внизу будет отображаться скорость, по центру будут ассистенты или что вы захотите туда вывести, например радио, телефон, состояние автомобиля, вот поменяйте батарейку в ключе, борт компьютер, ассистенты, ну немного, но можно вот, или же можно сделать вот такой вид, будет слева средний расход, запас хода, скорость и по центру опять-таки отображаться будет или радио, или ваш телефон, или ассистент, или что вы туда выведите. Вот такие вот три варианта исполнения. R-руль, классный, удобный, к нему вообще никаких претензий нет, у нее эстетично, не тактильно, он кожаный, строчка, единственное, что лепестки. Лепестки могли быть бы немного грубее и немного внятней, просто такая вот пластиковая кнопочка, очень маленький такой ход щелкает. Ну они есть, кто захочет пощелкать, здесь мы можем активировать наши ассистенты, это может быть ассистент движения в полосе, адаптивный круиз, контроль дистанции за следующим автомобилем, ну их в принципе достаточно. Также он может сам парковаться, если мы выберем ассистента парковки, то вот так вот это будет выглядеть и он будет искать паркоместовым. Нормальный экранчик мультимедиа, ну он нормального размера, называется как-то он Discovery Pro, как-то так, по-моему, но не столь важно. Что здесь интересного? Ну, камера есть заднего вида, вот так вот отображается. В принципе она неплохого качества, но тоже хотелось бы немного четче, чтобы она была. Она рисует траекторию, динамичная, так что пользоваться комфортно. Присутствует Apple CarPlay и Android Auto, правда они проводные, по воздуху не хочет. Есть интерактивная приборная панель, что это значит? Вы можете выбирать, что будет отображаться внутри спидометра и тахометра. Вот в классическом исполнении это передача и скорость. Вы можете поменять, выбрать вид 1, он запомнит потом это и выбрать, например, радио, запас хода, ассистентов. Ну, на тот же круиз. И в соседнем окошке также можете выбрать, что вы хотите, чтобы там было. Вот время с момента запуска. Эстетическая подсветка для ног и в дверях, вы можете выбирать ее яркость. Но она всего лишь одного цвета, она белая. И ее там, ну, практически не видно. Вот там вот в полосочке она светится, ну, как-то слабовато. Вот так вот может отображаться климат, можно им управлять как здесь, так и здесь вручную. Ну, кому как удобно. Кто привык крутить эти штучки, можно здесь, кому нравится сенсором, можете управлять им здесь. Есть AirCare, то есть по климатизации здесь все good. Это дисплей отличного качества, пиксель, плотность и резкость хорошая. Вот если бы такая же была на приборке, было бы вообще супер. Но, возможно, еще здесь она кажется немного такая примыленная за счет того, что здесь глянец. Тут матовое покрытие, возможно, для того, чтобы от солнца она не ловила блики эта приборка. По центру у нас такая шторка, подстаканник, резиновые коврики. Кстати, бардачок. В бардачке, кстати, можно вставить SD-карточку, диск, если вы еще пользуетесь. Пепельница. Пепельница огромная просто. Ну, обычная пластмассовая, ничего особенного. Но, если ее сюда поставить, она не закрывается. Не знаю, возможно, это не его пепельница, не родная, но как-то странно. Да не, Volkswagen она. Ну, короче, если вы используете пепельницу, шторку закрыть невозможно. Поэтому, и куда ее девать, непонятно. Соответственно, она лежит в бардачке, чтобы было вот так. Обычный классический селектор. Ручка по старинке. Удерживание, чтобы он не скатывался. Электроручник, кнопка старт-стоп. Здесь мы можем выбирать режим снег, грязь, песок, бездорожье. Индивидуально настроить бездорожье. Есть также режимы эко, обычный, спорт, индивидуальный. Ниша под мобильный телефон. Ее достаточно, он сюда помещается. Я думаю, тут еще может быть беспроводная зарядка. И там два USB, обычные 2.0.3.0 и АУПС. И прикуриватель. USB Type-C еще нет. Хорошие, добротные кожаные сидения. Логотип R. Они без поддержки для ног, но добротные и удобные. Для задних пассажиров присутствует климат и подогрев сидушек. В Тигуане, кстати, прикольно. Тоже есть одна USB-шка и 12-ти вольтовая резеточка. И задние пассажиры могут с комфортом путешествовать, имея столик и подстаканник. Да, оно такое, ну, пластиковое, но вполне удобно. Почему бы и нет.